И Рождество мы Бога будем прославлять и радостную новостью возвещать. Один из важных праздников для православного человека – День Рождества Христова. Ежегодно, 7 января во Дворце культуры «Современник» для юных зареченцев создают волшебную сказку. Традиционно здесь проходит рождественская елка главы города Заречный. Рождество – день особый, поверьте, в этот день в мир явился Христос и с любовью в божественном свете нам надежду и радость принес. К небу руки свои вознесите и откройте для чуда сердца, все обиды свои отпустите, излучая любовь без конца. Дети и их родители собрались в уютном зрительном зале Дворца культуры, где состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие творческие коллективы нашего города. Гостей приветствовал глава Заречного Олег Владимирович Климанов. От всей души поздравляю вас с новым 2018 годом и со светлым праздником Рождества Христова. Дорогие ребята, я уверен, что вы большие молодцы, что вы хорошо учитесь, что вы любите и уважаете своих родителей. И я уверен, что в новом году вы будете учиться еще лучше. Вы будете любить наш город Заречный. Я желаю вам, вашим родителям только крепкого-крепкого здоровья, любить и уважать друг друга. Пусть в новом году сбудутся все ваши заветные мечты. Зрители наслаждались стихами, звучавшими со сцены, и завороженно наблюдали за сказкой на экране. Я вел концерт и танцевал. Зрителям это нравится. И мне хотелось продолжать. В зале царила праздничная, по-семейному теплая и радостная атмосфера. Ее создавали артисты. Они, выходя на сцену, искренне дарили свое творчество зрителям. Юные таланты нашего города танцевали и исполняли песни, посвященные светлому празднику Рождества. Белый снег кружится над землей. Божий Сын пришел для нас домой. Как белый снег засветится душа. Ночь святого рождества. Мне очень понравилось участвовать. Мне нравится то, что именно нас приглашают. Это очень ценно. Я вообще не в первый раз участвую, но тут так атмосфера праздничного, новогодняя. И мне нравится то, что наш коллектив радует зареченцев таким прекрасным праздником. Самой важной частью концерта было появление прообраза праздника Рождества Христова Вифлеемской звезды. Воплотившись в жизнь земную, нам Господь любовь принес. Все сияют, все ликуют. Внесь рождается Христос. Завершением концерта стал выход всех его участников на сцену. С праздником зареченцев поздравил священник храма Рождества Христова, отец Алексей. Благодарю за возможность от лица духовенства города зареченцев поздравить всех с этим светлым, с этим великим праздником Рождества Христова. Дай Бог, чтобы этот праздник стал праздником любви, праздником добра, чтобы мы делились этой любовью со своими близкими, со своими знакомыми. Мы готовились долгое время к этому празднику, и теперь настало время веселиться, время ходить в гости. Хочу пожелать всем сердечно в новом году помощи Божией, мира благополучия нашему Отечеству, нашему городу зареченному. Традиционно праздник состоит из двух частей. После концерта дети и их родители поднялись в паркетный зал, где их встретили Дед Мороз и Снегурочка. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсах, которые для них подготовили сказочные персонажи. Вместе с гостями они водили хороводы и пели песни. Каждый ребенок получил праздничный подарок – набор конфет и сладостей от Деда Мороза. Субтитры подогнал «Симон»